Привет всем любителям ММА И случайно затесавшимся в наши ряды профессионалам Ну что, вот и подошел к концу практически год И уж сезон UFC точно Нас ждет последний турнир Кананье против Стрикленда В ночь 17 на 18 декабря Пройдет в Лас-Вегасе, в Апексе Ну турнир будем говорить Средний, хотя в общем-то интересные бои есть Но с точки зрения ставок Мне не особо нравится Ну чего-то, наверное, накопать можно Турнир, соответственно, последний Обзор практически предновогодний Практически праздничный Платный Поэтому что я хочу сказать Всем, кто в течение года смотрел мой подкаст Всем спасибо большое Если кто-то извлек для себя Приятную или полезную А лучше, конечно, и приятную и полезную информацию То в ролике, как всегда, закреплены реквизиты Если у вас завалялась лишняя копейка То в преддверии Нового года Вполне можете со мной поделиться Если, конечно, захотите Если считаете, что есть повод Так, ну что, если вы не из РФ То, наверное, ничего не получится Поэтому донатов из-за рубежа я нонче не жду Но если вам прям очень хочется То, конечно, можете мне написать Куда-нибудь там в личку В комментарии или в Телеграм Можем чего-то тоже поискать Если прям уж совсем вам деньги жгут ляжку Вот, что еще Что мне делать со всеми остальными Кто смотрит, смотрел И, возможно, будет смотреть Но на категорически бесплатной основе Ну, что мне делать с вами всеми неплательщиками Что мне, бегать по всему интернету Вас искать? Да нет Смотрите, пока есть что смотреть Что ж с вас взять Так, ну иду, как всегда, по топологи Коэффициенты на воскресенье утро Порядок на воскресенье утро Открывают турнир по камест Сергей Морозов против Джорни Ньюсона Категория 61 килограмм В принципе, бойцы Особенно Морозов, наверное, известны 2-2 у него в UFC Ну и как бы, вот как его Перформансы охарактеризовать Против Умара Нурмагомедова Можно ничего не говорить Умар просто на другом уровне Как бы проиграл Сабмишином проиграл Из следующих трех выступлений Я бы сказал, что одно хорошее И два плохих Хорошее выступление с Халидом Тахой Мне все понравилось Грамотно С Дугласом Деандрадой Я считаю, выступление довольно-таки плохое Начал за здравие Закончил за упокой Вымахался И во втором раунде Уже был практически никакой С Паевой Я считаю, тоже плохой бой Я давал ставку на Морозова Давал ее на канал Коэффициент был что-то порядка 1.65-1.67 Что-то в этом роде Я остался с собой недоволен Что дал такую ставку И что на Морозова дал такую ставку Потому что бой с Паевой Выдался крайне близкий Победил ли там вообще Морозов Ну, мне как бы не совсем понятно Поэтому ставка так себе И в целом, как бы Что я хочу сказать по Морозову Давно мы не заглядывали в мой Словарь терминов и определений Там сейчас без юмора будет такая вот штука Я ее назвал ФФХ Функционально-физиологические характеристики Почему их так назвал? Потому что Выносливость Это функциональная характеристика А вот держак Это характеристика физиологическая Ее невозможно натренировать Можно, конечно, попытаться натренировать Там держак в корпус Там, нарастив мышцы Попросив Халила Раунд 500 раз пнуть тебя в пузо Можно попытаться натренировать Держак по методу Тайсона Фьюри Но он не всем подойдет Но в целом Натренировать его достаточно сложно Так вот, касательно Морозова Навыки вполне себе приличные Но ни его держак Ни его выносливость Меня лично особо не устраивают Что касается Джорни Ньюсона Ну, он, походу, наверное Немножко во всем хуже Хотя я не могу сказать Что он плох При этом выступления у него тоже Ну, такие себе У него, конечно, от Пиларты Была на самом деле победа Ну, и здесь можно отметить Что, в общем-то, он Пиларты Практически потушил с одного удара Так что у Ньюсона Панч есть Хотя у него из 10 побед Всего лишь 3 нокаута Ну, не сказать, чтобы он прям Матерый какой-то нокаутер Ну, может в случае чего попасть Ну, и я всегда вспоминаю Бой, с которым он дебютировал В общем-то, Рамосу он дал бой неплохой Да, проиграл Но два раунда сумел сделать близким Поэтому боец, в общем-то, такой Крепкий, неуступчивый Не слишком скилловый Отлетел Косте Ну, и перебил Ферни Гарсию У Гарсии, опять же, это уровень чего-то нет Поэтому, в целом Джорни Ньюсон как боец похуже Сергей Морозов как боец получше Но, с учетом того, что вот я сказал про Морозова Как-то в качестве такого серьезного Более-менее фаворита За 1.44 Меня Морозов, наверное, не интересует Джорни Ньюсон Я думаю, что не потянет он Морозова Единственное, что, опять же Если на взвешивании Морозов будет со стекленелыми глазами Как у него это бывает Ну, или, допустим, в лайве Если вы увидите там, что Морозов, допустим Там забрал первый раунд Коэффициентом на Ньюсона еще поднялся Стал там 3.5 Но при этом Морозов сидит и полуобморочно дышит В промежутках там между первым и вторым раундом Ну, вот, может быть, тогда взять Ньюсона А так, приматч в этот бой, в принципе, я здесь не собираюсь Далее у нас категория 57 килограмм Дэвид Дворжек против Монелла КП Кейпа Кейпа, наверное, буду его называть Ну, тоже довольно-таки два известных бойца Что у нас по гражданину Дворжеку Четыре выступления в UFC 3.1 Ну, а у Кейпа, наверное, что-то в этом же роде У него два поражения, вроде у него 2.2 в UFC Что касается Дворжека В общем-то, в последнем бою он свой уровень, наверное, показал Что Все же он не топ Николау, конечно, сейчас неплох в последнее время В целом-то Дворжек вполне себе Хорош во всех аспектах По большому счету это ударник Неплохой кикер Прилично дышит Ну, то, что он шахматист, они глупы все уже знают Более-менее борется То есть все как бы может Ну, во всем таком крепкий середняк И что мне не нравится Он не финишер У него, на самом деле, конечно До UFC финиша весьма много Для данной весовой Можно сказать, что он даже наоборот финишер Но вот в UFC он финишировал только Вот этого Хуан Камилья Рандероса Который вообще непонятно кто Какой-то его там бывший спарринг-партнер Откуда-то выскочил на коротком уведомлении Был совершенно не готов И он его задушил Но вот то, что он не финишировал, допустим, Бруно Сильву И особенно то, что он не финишировал Джордана Испинозу Который отлетает всем подряд Отлетал Ну, то есть Испинозу как бы душили многократно Например Вот Ну, а он с ними катал, в общем, три раунда Перекатал Ну, вот вышел на крепкого Николау И не сказать-то, чтобы он прямо Николау разгромно проиграл Он, в принципе, первый раунд был близкий Третий он тоже смог вроде близким сделать Ну, вот во втором пропустил тяжело Там потерял лицо, нос И поэтому, конечно, дальше у него не особо получилось Хотя и в третьем раунде, кроме этого, в общем-то, нокаута Такого критичного-то ничего не было Ну, как-то вот Не знаю Он не смог найти никаких ключей К Николау И поэтому Проиграл Кейп, в принципе, я считаю По большому счету, наверное Немножко получше, чем Дворог Практически везде И ударка у Кейпа неплохая И борьба у него есть И джиу-джитс у него присутствует Уровень оппозиции до UFC У него все-таки был, наверное, повыше Хотя у него там были поражения Ну, некоторые спорные Некоторые там Таким бойцам, как и вот же Харигучи То есть, в целом Когда он дрался в Японии Все-таки у него там Оппозиция была, наверное, получше Чем у Дворжика в Чехии Ну, опять же Минусы Кейпа все знают То есть, допустим Мог ли он выиграть бой у Пантои? Мог У Николау? Опять же, мог Ну, опять же Вот с Николау У них очень близкий бой Возможно, Кейп его выиграл Там Дворжик недавно проиграл Николау Тут выстраивается простая логическая цепочка Которая, конечно, не всегда работает Но иногда работает С другой стороны Кейп Финишер То есть, у него, в общем-то Процент побед, наверное До срочных такой же, как у Дворжика Но У него есть два финиша в UFC Конечно, О.Д. Осборн, можно сказать Тоже парень, который отлетает Этот финиш, как бы Не слишком дорого стоит Вот Жалгаса, Жумогулова Если я не ошибаюсь, UFC все-таки Никто не финишировал И вообще его финишировать сложно При этом Кейпу это удалось То есть, при, допустим Каких-то в целом Плюс-минус там равных скиллах в стойке Где-то там один получше в чем-то одном Другой в чем-то другом Я считаю, Кейп более опасный товарищ И более мутный Во-первых, то, что я уже сказал И то, что все знают Что он периодически в боях тупит Это раз И, во-вторых, какая-то мутная история С пикограммами Туринобола Откуда-то там он у него взялся Чего-то там его отстранили На полгода, наверное И он уже, в принципе, на простое идет в год Должен был драться в ноябре с Бонтарином Там Бонтарин слетел, по-моему, его потом за это уволили Ну, вот эта история с допингом Конечно, он скажет, что это было Какие-нибудь мясо мексиканских свиней Или что-то в этом роде Или, не знаю, там, как это говорится В цистерне, где мы ехали, оказался цемент Случайно Это все понятно Но Как бы Небольшое такое обстоятельство есть Которое наводит тень на плетень Плюс к тому, Кейп любит накосячить с весом Были у него моменты, где он взвешивание проваривал Как-то его там вытягивали за уши Ну, вот, допустим, с Осборном он его провалил И еще до этого, по-моему, у него было Там в Райзене Поэтому Кейп товарищ мутный В целом, я здесь отдаю ему предпочтение Вследствие главным образом его опасности В том, что он, как по мне, все-таки на руках лучше Как кикер Дворжак, может быть, и не хуже Но как боксер, наверное, Кейп будет получше Мне кажется, он все-таки немножко поуниверсальнее И джиу-джитсу у него где-то есть И борьба То есть, все-таки Дворжак больше такой боец, который Поборется, ну, очень при каком-то редком случае В основном он будет от борьбы защищаться Кейп, в принципе, может переводить Он переводил неплохих бойцов UFC Коэффициенты 3 на Дворжак, 1.42 на Кейп Ну, примерно такая же ситуация То есть, ни фаворит, ни андердок Мне особо не интересны По идее, Кейп должен забирать Но вопросы с его файт-айкью Взвешение с историей с пикограммами Мне как бы не интересует Из-за этого куда-то там его в какой-то двойник вставлять Наверное, слишком рисково А вознаграждение слишком маленькое Брайан Баттл против Рината Фахреддинова Категория будет у нас 77 килограмм Что касается баттла 3.0 в UFC В дебюте победил Урбину Стал ультимейт файтером Дальше сумел перестрелять Ришана Гора за три раунда И нокаутировал Такаши Сата Ну, последняя победа как бы Ну, не все три, честно сказать, не особо много стоят Хотя по гору как бы есть все-таки вопросы Что же он из себя представляет Ну, на Такаши Сата победа, я считаю, стоит немного Но победа максимально быстрая В первом раунде нокаутом Это всегда неплохо В прошлом бою, значит, баттл спустился в категории 77 килограмм Чисто визуально мне не нравится, как он в ней выглядит Он, я насколько помню, раньше дрался в каких-то и более тяжелых весах И вот он физически выглядит, как человек, который скинул много веса А кожа у него осталась, как у человека, у которого много веса Поэтому он такой весь Морщинистые, дряблые, непонятно Ну, как по мне, если честно, на взвешивании на прошлом Я помню, у меня осталось такое впечатление, что он все-таки пересушенный Что парень, он довольно-таки здоровый Ну, и такой склонный немножко, может быть, к полноте Поэтому он себя загоняет в эти 77 килограмм Это вопрос По сути, это ударный кикер-джитсер То есть он много бьет ногами У него хороший объем работ Он выкидывает много-примного киков С рук он работает так себе Ну, и есть у него победы с обмишинами Четыре штуки Так что в партере он кое-что и себя представляет Фахрединов, что характерно, тоже спускается в весе Он дебютировал 84 килограмма против Михаилидиса Я посмотрел, по-моему, в 2018 году единожды он дрался в 77 килограмм Остальное у него все было 84 Зачем он спускается? Не знаю Ну, зачем-то спускается Я крайне настороженно отнесся к Фахрединову, к его дебюту Потому что это какой-то для меня персонаж из поп-ММА Ну, посмотрел выступление с Михаилидисом Посмотрел его послематчевое интервью Я немножко к нему оттаял, скажем так Он, в общем-то, там сидел Довольно-таки честно разговаривал с журналистами Говорил, что я понимаю, что я не самый скилловый боец Я дерусь сердцем, дерусь так, как умею Ну, что ж, он себя реально оценивает И, в общем-то, говорит о себе честно При этом скиллы у него некоторые все-таки имеются Бой с Михаилидисом в целом мне понравился Очень так Фахрединов оказался такой приставучий, прилипучий борцы-грэпплер Который, в общем-то, правильно выбирает дистанцию Потому что в стойке я в нем глубоко сомневаюсь Стойки у него особо нет Ну, наверное, есть какой-то там удар Плюха, закидуха, что-то такое есть Но, в целом, попадется ему какой-нибудь товарищ с хорошей защитой от тейкдауна С хорошим боксом, то у него будут проблемы Ну, с Михаилидисом он какое-то небольшое время находился на дальней дистанции Где Михаилидис его особо не мог достать Все остальное время он прилипал к Михаилидису И, в общем-то, классический чейн-рестлинг Хабиб Стайл Тейкдаун за тейкдауном Прижимание за прижиманием Контроль за контролем Постоянное улучшение в позиции В партре постоянная работа То есть, ну, в целом, как бы он Михаилидису там особо не дал вздохнуть Ничего от него не пропустил Да, Михаилидиса не смог финишировать Ну, опять же, Андреас Михаилидис Это какой-то хороший сильный боец Нет, но боец терпимый Боец, который хоть кого-то там победил в UFC Поэтому, ну, такого Среднего бойца По меркам, если брать вне UFC Михаилидис, этот Фахрединов победил Победил уверенно Ну, и теперь будет драться с батлом Я бы сказал, что если бы не спуск в категорию 77 кг Фахрединова То мне бы здесь Фахрединов исключительно нравился бы в этой паре Коэффициентов пока у адекватных букмекеров я не вижу Потому что на Best Fight Odds я пока не заходил Он по идиотским совершенно причинам Я не понимаю, почему этот сервис кому помешал Заблокирован в России На Fight Odds все букмекеры, которые там есть пока На этот бой коэффициентов не дали Я взял коэффициенты, которые болтаются на паре матча Они меня крайне огорчают Я вообще рассчитывал, что Фахрединов здесь будет андердогом Ну, или хотя бы по равным коэффициентам Откроются американцы Надо будет, конечно, посмотреть И на 10 коэффициентов корректируются Потому что, ну, как по мне, все-таки батл идет на некотором хайпе У него три победы, там, Ultimate Fighter Две досрочки, бла-бла-бла Но он, по идее, на него должны дать коэффициент пониже Как мне кажется Потому что, ну, мне в этой паре интересен Фахрединов Но за 1.5, как бы, нет За 1.5 нет Что все-таки у батла свои ключи есть Но у Фахрединова, как по мне, ключи лучше И спуск в категорию 77 килограмм Меня, в общем-то, смущает Исключительно с точки зрения того, как будет выносливость Фахрединова здесь Он, вроде бы, по габаритам чуть-чуть поменьше, чем батл Ну, не намного Ну, в принципе, будет более-менее сопоставим Поэтому я думаю, что у Фахрединова в целом Хватит физики и навыки, чтобы батла перевести Его переводили Его переводили на Ultimate Fighter И Гилберт Урбина его переводил По-моему, и Трешан Гор То есть перевести батла можно Да, у него есть джиу-джитсу Но я не думаю, что он такой великий джитсер Чтобы Фахрединова там сабнуть Конечно, какой-то процент на это вероятности все равно существует Но для меня это маловероятное событие Я его в расчет особо брать не буду Что касается стойки Безусловно, батл лучше, как ударник Но со стилем Фахредина у него ничего здесь не получится Потому что Фахрединов без конца давит Он без конца прижимает Переводит Он вообще вот постоянно работает, грубо говоря, в клинче Клинч, там проходы Подхваты Захваты, броски и так далее То есть он прямо вот нависает, нависает рядом все время Как там батл будет своими пиночками работать У него там ничего не получится Умеет ли он работать в клинче? Ну, в тайском клинче более-менее он работать умеет Но если его прижмут в клинче к сетке То я думаю, что у него там особо не получится Поэтому для меня здесь единственный вопрос Ну, я, конечно, батл тут не списываю Но я считаю, что стилистически для Фахрединова хороший бой Ну, вот единственная физика батла И особенно выносливость Фахрединова Как она здесь себя проявит С учетом спуска весовой категории, я не знаю С другой стороны, опять же Мы не знаем, как Брайан Баттл будет себя чувствовать Три раунда, допустим, в категории 77 килограмм После вот такого спуска веса То есть мы тоже его на дистанции Три раунда в категории 77 килограмм не видели Мне кажется, он никогда в таком весе не дрался Вот он дрался там 84 84 И так, ну, и так А вот, ну, 93 Я помню, что когда-то он был и потяжелее То есть физика, конечно, у него есть Но как она у него сохранится при такой весогонке Я не знаю Я считаю, что Фахрединов победит Более вероятно для меня Но я бы начинал на него ставки рассматривать Ну, где-то с 1.8, 1.75 Вот если где-то вы Фахрединова выцепите вдруг андердогом Это будет хорошая ставка Ну, 1.5, как бы, наверное, маловато Не слишком интересно Но в целом, я думаю, что он здесь должен затащить Следующая пара Категория 70 килограмм Так, давайте все-таки его по имени попробуем назвать Хаясаер Хаясаер Махешате Наверное, так он называется Попросту Махешате Против Рафы Гарсии Рафаэля, Рафика Ну, что, я понятия не имею, кто победит в этом бою Поэтому ставить на него мне неинтересно Коэффициенты практически равные Изначально, насколько я помню Гарсия открывался приличным таким андердогом Что-то за 2.4, по-моему, где-то на Америке он был за 2.5, 2.6 Что-то такое В этом бою можно взять любого, кто будет андердогом Но андердога пока явного здесь нет Ну, и судя по всему, Гарсию явно прогрузили Наверное, какой-то в этом смысл есть Потому что Гарсия опытнее И больше уже у него выступлений в ЕСИ Он понятнее У него есть ключи для победы Но хватит ли здесь Абсолютно непонятно Во-первых, очень большая разница по габаритам 14 см в росте у нашего китайского казаха Не, казахского китайца Преимущество 9 см в ричи На 5 лет моложе, хотя оба бойца довольно-таки молодых То есть преимущества, конечно, физиологические у Махишата имеются Имеется у него и преимущество в ударке Он ударник, ударник неплохой Более-менее бокс приличный Выносливость терпимая Поэтому если бой будет происходить в стойке То, наверное, Гарсия особо тут ничего не светит Он, в общем-то, не сказать, что совсем донный ударник Но я слабо верю, что он сможет перебить бойца Который, ну скажем, никак не хуже ударник, чем он Но при этом у того более длинные руки То есть, по сути, Гарсия тоже боксирует Но мне кажется, что здесь в боксе он проиграет Я бы сказал еще, что он и в кикбоксинге тоже проиграет Потому что вообще-то Махишата ногами тоже неплохо работает Поэтому стойки Гарсии, я считаю, разобьют Кого он тут побил-то вообще-то? У него уже 5 боев Ну, пока все не особо хорошо, конечно Ну, из ударников кого он побил? Натана Леви Ну, может быть, Джесси Ронсона, условно там Хотя Ронсон делать UFC, конечно же, нечего Так, значит, что Давным-давно Есть бой, который, мне кажется, найти невозможно С Николаем Гончаровым в 2019 году Ну, собственно говоря, 3 года назад Вот этого китайского товарища затаскали в партере Он сам, по-моему, про это рассказывал в интервью перед Contender Series Что с тех пор он там много посвятил времени тому, чтобы защищаться от борьбы Честно сказать, не особо знаю, как он защищается от борьбы По-моему, человек по фамилии Дура На Contender Series Как-то разочек его, мне кажется, все-таки перевел Или стянул в партер, но он там встал вроде бы Ну, а со Стивом Гарсия Там, как бы, и боя-то не было Гарсия выбежал, глаза вытаращил Получил в табло и улегся отдыхать Вот Поэтому Либо Махишата сохранит бой в стойке И накидает в репу Рафи Гарсии Либо Гарсия сможет нависать борьбу И, скорее всего, победит тогда Я бы сказал, решением судей Я не особо верю тут в финиши от Гарсии Ну, конечно, есть финиши На региональной сцене Но здесь он финишер-то не особо Ронсон сумел задушить Но в целом у него 4 боя дошло до решения Ну, исходя из того, что у него последние там все бои Там Эрик Гонзалес, Умберто, Банденай Там Это же тот Гонзалес, который залетел в UFC По ошибке тот Ну, вот даже с такими бойцами Которые даже претендуют на выступление в UFC И особо им тут тоже делать нечего Рафа катает до решения И этого здоровущего молодого китайца Я не думаю, что он что-то с ним сделает Поэтому Можно, конечно, взять там Гарсию решением Там будет, может быть, 2.5 каких-то Это будет логичнее То есть Здесь ставки я особо не вижу Если вам кто-то из этих двух бойцов сильно нравится Можете на него поставить В плане развлечения Я даже не знаю Конечно, есть еще вопросы к выносливости Обоих бойцов Ну, вот Махешате с этим Истримадурой на контендер-серии В третьем раунде немножко подустал Но он там много выкинул В целом мне его выносливость не особо понятна По поводу Гарсии Но мы, в общем-то, видели, что он В третьем раунде-то уже слабовато себя чувствует Если у него бой не идет Третьи раунды он, в общем-то, в основном, скорее отдает Поэтому Кто навяжет свой бой, тот и победит Кто его навяжет, я не знаю Коэффициенты примерно одинаковые Лидим дальше Дальше у нас Саид против Саида Категория 61 килограмм Так Ну В общем-то, весьма близкие у них Практически идентичные габариты Нурмагомедов На три года постарше Кахрамонова Вот все вот эти парни Из этой школы Есть такой дагестанский клан Который тренируется в Нью-Йорке Это вот Саид Нурмагомедов Тимур Валиев Который завершил карьеру Забит Магомед Шарипов Который завершил карьеру Но они вот все какие-то примерно одинаковые Классные ударники Быстрые, техничные С неплохим грэплингом Можно даже сказать с опасным То есть вроде все могут Но не все у них получается И у них какие-то выступления Такие, ну, немножко неровные Поэтому вот по Саиду Что сказать, допустим, если пробежаться Ну, по UFC Сплит со Скогенсом Ну, так себе бой он выдал Слабенький Потом с Рикардо Рамосом Отличное выступление С Рауни Барселасом Ну, все-таки где-то не доработал Наверное, мог бы получше отработать Но проиграл Марка Штригла не заметил Отличная победа над Стаманом И после этого Вот последний бой С Дугласом Диандрады Ну, мне он очень резко не понравился То есть на Саида там давали 1.28 Ну, выступил он на 1.7 1.8 В общем-то, очень близко Забрал там бой Разочек там упал в нокдаун Ну, не в такой, прям не в жесткий Ну, сбил его там с ног Андрады Позволил вот этому старикашке Маленькому там себя перевести Где-то проконтролировать Там даже там Андрады Его там пытался забивать В поздних раундах Ну, и как мне кажется, устал То есть все-таки у меня есть вопросы К выносливости Саида Что, ну, вот, допустим Вот С Когенс Барселос И Диандрады Три боя, которые дошли до решения Все три невнятные У него хорошие вот победы есть С Рамосом Со Штриглом И со Стаманом Все в первом раунде Ну, вот, пока что для меня Значит, это так выглядит Либо Саид каким-то близким решением Очень там тяжело затаскивает Или проигрывает Либо финиширует в первом раунде Финиширует ли он в первом раунде Кахрамонова Ну, я думаю, что нет Я думаю, что нет Кахрамонов единожды проиграл Нокаутом Интересно, кому и когда А, какому-то вот этому Пайпи Варгасу Ну, этот бой я не видел Его невозможно найти Ну, ладно По последним выступлениям Кахрамонова Чего, два боя Все хорошо Трейвена Джонса Ну, там было не все Прям хорошо, конечно Он, можно сказать Даже бой проиграл Ну, по факту В итоге выиграл Для дебюта Для выступления На очень коротком уведомлении Все неплохо И с Лоуренсом Был небольшим андердогом Насколько я помню Лоуренца Очень уверенно Сам затаскал в партере Что про них сказать Наверное Саид Нурмагомедов Как ударник, конечно, лучше Он разнообразнее Быстрее Но, как по мне Вот, не знаю Это огрех, не огрех Но вот все вот эти парни Опять же из этой школы На мой взгляд Они злоупотребляют Разного рода Креативными вещами Вот эти постоянные вертушки Бэкфисты Какие-то там Летящие, прыгающие Ноги, колени, локти Все это, конечно, хорошо Но какой-то вот Классической манерой работы Мне лично не хватает Какого-то простого бокса Джеба, двоек Фронткиков Вместо сайдкиков То есть все вроде как хорошо Может быть я придираюсь Но Каких-то элементов Для меня слишком много При этом все-таки Нурмагомедов, я считаю Получший удар Ни чем Кахрамонов Бороть Саида Достаточно сложно Но Саид Юкуб Борется достаточно неплохо То есть я думаю Что в стойке Кахрамонов проиграет Но если сможет Навязать борьбу То в принципе Шанс у него Вполне себе есть Плюс Наверное Кахрамонов Получше дышит Все-таки вот К ФФХ Саида Нурмагомедова У меня есть Некоторые вопросы Я не скажу Что большие вопросы К держалке Но все равно Падать от старикашки В конце второго раунда Это такое себе Занятие Как бы То есть я по большому счету Здесь придираюсь По последнему бою Нурмагомедова Но он нереально Не понравился То есть Там еле-еле Душа в теле Там один раунд Наверное Отдал Один сделал Близким Ну вот первый раунд Неплохо забрал Дальше все как-то Пошло хуже Кахрамонову Ну по крайней мере К последнему бою Вопросов вообще Нету Поэтому По умолчанию Я бы здесь все-таки Выбирал Кахрамонова Но ставить на него Опять же я Сильно не собираюсь Потому что коэффициенты Крайне близкие Бой Ну как Немножко как Подброс монетки Там Нурмагомедов Вроде бы Поопытнее Лучше как ударник Может быть Даже как-то Универсальнее Ну Кахрамонов Последними боями В общем-то Доказывает Что он неплох Что он прогрессивный Что он молодой Голодный боец Вроде бы У него с функционалкой Получше Поэтому У каждого Есть ключи для победы У Саида Остаться в стойке Перетыкать Перебить с дистанции Не дать себя бороть Не выдохнуться У Кахрамонова Наоборот Навязать такую Рубку Клинч Вязкую Какую-то борьбу Толкотню Грязный бокс Передышать Я не знаю Кто здесь победит И примерно Коэффициентами Например на правильный Интереса к ставкам Нет Джулиан Маркес Против Дерона Вина Категория 84 килограмма Парочка Два подарочка Маркес выше На 20 сантиметров Хотя руки Длиннее всего На 5 Ну здесь Как бы По принципу Только кому Больше вопросов Потому что Вопросов Ко всем Целая куча Маркесу Какая куча Вопросов Ну во-первых Он вернулся После травмы Ну три боя Два плохих Скажем так Какие-то там подкасты Спорными звездами Какая-то там деятельность То есть непонятно Вообще Насколько он мотивирован Чего он дальше собирается Продолжать не собирается Непонятно Ситуация с его тренером Джейсом Краусом Всем известна Ну по состоянию По крайней мере На три недели назад У него еще Три-две недели назад Я посмотрел В инстаграме Есть фотки Из этой Из Глории ММА Сейчас получается Что к этому бою Он тренируется Наверное Где-то В другом месте С каким-то другим тренером То есть Ну это Не знаю Хорошо или плохо Ну наверное В рамках Вот какого-то Одного кемпа По независимым От тебя Причинам Вынуждена Перескакивать От одного тренера К другому Наверное Плохо Потому что Я думаю Все знают Что UFC заявила Что тех бойцов Которые тренируются С Джейсом Краусом Они пока Боям допускать Не будут Соответственно Это какая-то Ну Некоторая Дополнительная Нервотрепка Последний бой Конечно С Родригесом На что уж У Маркеса Бетонная челюсть Но Не вывез он Родригеса Пытался с ним Зарубиться И в общем-то Где-то там Даже попадал В эпизодах Но Все-таки Сам нахватался Принял много Ущерба Но он В общем Потом встал Конечно Но Был вырублен Близко к тому Чтобы сказать Наглухо Я бы так Это охарактеризовал Хотя Опять же Я не думаю Что его челюсть Прямо Стала Гораздо хуже Но если еще Так Раза два Проиграет То То Тогда Станет Хуже Ну и В рамках Конечно Вот этого Предстоящего Противостояния Боя с Питова Который Все-таки Борется Наверное Хуже Чем Дерон Вин Хотя В целом Как боец Может быть Даже Лучше Универсальнее И В общем-то Питова Там Выдал Хорошее Выступление Но Конечно Слишком Много Там Маркес Времени Провел На Канвасе Бороть Его Можно Вроде Бо Быстро Это Получается Плюс К тому Он Очень Любит Играть Джиу-джитсу Даже В зале Видно Что У него Вот Эти Тренировки Вот Эти Вот У него Есть Прямо Такая Нездоровая Ну Никак Нездоровая Хорошо Что Эта Тяга Есть Но Он Зло Употребляет Этими Фронтальными Удушками Гильотинами Анакондами То Постоянно Защищаться От Борьбы Гильотинами Ну Это Сейчас Не Модно Не Такой Уж Он Специалист Чтобы Накидывать Да У него Там Получилось Питола Перевести Его Можно Удерживать Его Можно Помимо Маки Питола В свое Время Его Залежал И Дичирика Хотя Там Победа Дичирика Спорная Но В целом Так Или Иначе Бороть Его Можно И Встает Он Плюс Минус И Файт Айкью Тоже Некоторые Есть вопросы В том числе Вот почему Он Так упорно Пытается Приладить Этот Удушающий Захват Когда Надо Может быть Вставать Пытаться Ну При этом Что Здоровый Физически Сильный Бьет Очень Даже Так Нормально Может Быть И не Технично Но Очень Тяжело Но Этот Персонаж Уже Поднадоел Мельтешить Честно Говоря У него Конечно Дела Еще Похуже Проиграл Стюарту Проиграл Миршерту Вот Антонио Ароя Где-то В чем-то Похож На Маркеса Правда У него Нет Может быть Такого Удара Он Больше Кикер Ну Вот Такого Тоже Здорового Человека У которого В принципе Есть Проблемы Явные С борьбой Дерон Вин На удивление Смог Все-таки Залежать Прям Вот Он Борол Борол До посинения И наборол На победу То есть Это Единственный Конечно Шанс Дерона Вина С Жулианом Маркесом Потому что В стойке Он его не перебьет Сабмишинов У него нет То что Ну там Забьет в партер Я в это Ни разу Не верю Поэтому Ну Дерон Вин Наверное Здесь Может Побеждать Только Решением И только Залежкой В последнем Бою Опять же Дерон Вин Не был Наглухо Нокаутирован Но Ущерба Он в себя Впитал Мама Не горю Наверное Еще побольше Чем Маркес Не знаю Я бы на месте Его угловых Наверное Выкинул Полотенце Потому что Ну Фил Хоус Прямо Его избивал Вбивал В него Локти Там Вообще Дерон Вин Конечно Проявил Там Чудеса Стойкости Но Вот Они Нужны Были Потому что У него Шансов Там По-моему Выиграть Было Но Только Если Фил Хоус Б Него Что-нибудь Сломал Или Устал Б В хлам Его Добивать Урон Он Принял Много Тоже Это Было В июне Они По-моему В одном Карте Били С Джулианом Маркесом Поэтому Ну Тоже Сейчас Вопросы К держаку Наверное Обоих Но К Вопросов К держаку Дерона Вина У меня Больше И в целом Несмотря На все Минусы Маркеса Просто Тупо Потому что Он более Здоровый Тяжело Бьющий Чувак Я бы Сказал Что У меня Вопросов К нему Меньше 1.63 Маркес Дерон Вин 2.38 Здесь Я Категориями Верю Не верю Потому что Ну Как здесь Два бойца Каждый Из которых Может Обгадиться Но На мой Все-таки Вгляд Дерон Вин Не сможет Затыскать Джулиана Маркеса Вот Я так Бы Сказал Я в это Не верю Поэтому Мой Выбор Маркес За 1.63 Хорошая Лето Ставка Нет Потому что Маркес Может Накосячить Я тут Могу Думать Все Что Угодно Дерон Вин Возьмет И 2 Раунда Заберет Стойки А 3 Как-то Там Отбегает То есть Не в стойке А в борьбе Может быть Такое Может Но Я Вот В это Не верю Мне Психологически В это Поверить Сложно Потому что Все-таки Считаю Что Маркес Ну Он Такой Физик Это Чувак Который Гоняет Нормальный Так Вес Кстати Говорят Да Надо Естественно Конечно Дождаться Взвешения Это Потому что Два Любителя Накосячить С весом Вот Еще Что Я Забыл Сказать И Маркес Провешивал Провешивал И даже Снимался Из-за Весогонки И то же самое Дерон Вин Дерон Вин Опять же Как он Со своими 168 Сантиметрами Не может 84 Сделать Это Конечно Просто Позорище Поэтому Две Сомнительных Маркеса И Маркеса Досрочно Джек Мэтьюс Против Мэттес Эмельсбергера Категория 77 Кг Ну что У нас Мэтьюс Пониже На 5 Сантиметров Руки На 6 Сантиметров Покороче И даже На 8 Ну и Поскольку У нас Подкаст Платный Не на меня Сейчас Прольется Любимый Мною Золотой Дождь Из Донатов Давайте Я вам расскажу Какую-нибудь Веселую Там Может быть Какой-то Части Предновогоднюю Историю Поскольку Все равно Что-то Рассказывать Надо Но не Все же Про Бои Триндеть Вот Например Про Сэмельсбергера Сказ о Том Как Сэмельсбергер Побил Мартина Сана Значит Дело Было Так Промоутеры Звонят Сэмельсбергеру И говорят Сэмельсбергер Привет Мы Промоутеры Сэмельсбергер Говорит Здравствуйте Промоутер Я Сэмельсбергер Промоутеры Говорят Сэмельсбергер Хочешь подраться Сэмельсбергер Сэмельсбергер Говорит Что за вопрос Конечно хочу Это ж такое бабло Это ж такая трава Я заработаю Столько денег За этот бой Да потом Мы с Нейтем Диасом Еще так Раскуримся Вы че Конечно я хочу Подраться Промоутер Говорит Ну все Приходи В октагон Приходит Сэмельсбергер В октагон Смотрит Там никого нет Он говорит Промоутеры Что за дела Где Ней Диас Промоутеры Такие Сэмельсбергер Не очкуй Сейчас все будет Побежали Искать Диаса Бегут Смотрят Стоит Диас Подбегают Ближе И понимают Что ну как бы Диаса Да Но Диасы Они же ведь Как дагестанцы Они никогда По одному Не ходят Никогда По одному Не стоят В общем Получается Что стоит Толпа Диасов И вот Подбегают Промоутеры К этой толпе Хватают Первого попавшегося Диаса И волокут Его в октагон Запихивают Его туда Оказалось Что это Мартин Сана Сэмельсбергер Сразу же Заподозрил Что то неладное Он говорит Вы мне Кого привели Это говорит Кто Это не Ней Диас Вы мне Что впариваете Что за пацана Меня держите Я Промоутер Очень огорчен И сейчас Я свое зло Буду срывать На этом Непонятном Для меня Человеке Сейчас я Буду его Бить Бить сильно И возможно Даже убью А Мартин Сана Поскольку Он находился В непосредственной Близости От Мэтью Сэмельсбергера С ним В одном Октагоне Ему Вот эти Тревожные Настроения Сэмельсбергером Просто Мгновенно Передались И когда Сэмельсбергер Начал убить Мартин Сана Решил Что он Лучше всего Сразу же Упадет И притворится Мертвым Тогда Может быть Сэмельсбергер Не будет Бить его Еще сильнее Ну соответственно Когда Сэмельсбергер Ударил Мартина Сана Он упал И немножко Умер Чтобы не вызывать Какой-то Дополнительной Очень сильной Личной Неприязни Мэтью Сэмельсбергера Так Сэмельсбергер Побил Мартина Сана К чему Я Добрый день Джейсон Вид Спокойной ночи Мартин Сана Фальшивый Нейт Диас Ну и наверное Лучший его скальп Это Эй Джей Флетчер С которым В общем-то Было конкурентно Один раунд Сэмельсбергер Проиграл Один выиграл Второй Третий Вернее Ну тоже Как-то там Сумел выиграть Проиграл Хаусу Вильямсу И Марона Ну и в последнем Бою с Марона Он смотрелся Неконкурентно Конечно Он там разочек По Марона Попал И сегодняшнее Выступление Марона Меня конечно Разочаровало Которое Сегодня Спанзенибьев Было Но в целом Марона Показал Уровень Сэмельсбергера Я считаю В прошлом Бою Это раз А второе Я в общем-то Давно Уже жду Какого-нибудь Человека Который Сэмельсбергера Залежит Потому что С ним Вот все дерутся Люди Вот там Минус Это ударник Джейсон Вид ничего Не успел Вильямс Выиграл Сана Сана Непонятно Кто И ничего Не успел Вот Флетчер В принципе Сэмельсбергера Смог забороть Отчасти Ну там В общем-то Сэмельсбергер Что-то там Смог тоже Показать В том числе И в борьбе Ну Флетчер Опять же Вчерашний Дебютант Против После Контендер Серии Что касается Гражданина Джека Мэтьюса Которому Я всегда Отношусь С легкой Прохладцей Не фанат Я Джека Мэтьюса Ну как бы Опускать его Ниже уровня Принтуса Тоже не стоит У него конечно Есть там Победы Поражения Какие-то там Сомнительные Есть вещи Но у него есть Победа Допустим Нормальными бойцами Там хотя бы На Джин Лиан Гамли Ну и в целом Он в UFC Уже дерется Так или иначе С 2014 Года То есть он Ветеран-ветеран Плюс при этом Вполне себе Еще молод Уже Весьма опытен И в последнее время Как мне кажется Он неплохо Прибавил Да он проиграл Шону Брэдди Да мне не нравится Его бой С Диего Санчесом Но вот Фиалья Прям отличный бой Он прям показал Вот такое Очень зрелое Выверенное Выступление Вышел Не дал Фиалью Ничего сделал В первом раунде Подождал пока Фиалья Утомится И его Во втором раунде Вырубил Джек Мэтьюс Который последний раз Кого-то вырубал Когда Когда Шинзу Анзай В восемнадцатом году А до этого До этого Еще кого-то Человека В шестнадцатом году То есть Как бы Мэтьюс Конечно Совершенно Не финишер Но при этом Последнее выступление Вполне себе Неплохое И мне кажется Что он В общем-то И целом Как мне Представляется Прибавил Ну и плюс К тому Как по мне Мы этот бой Уже видели Они даже В общем-то Стилистически Похожи Даже внешне похожи А кто Это они А это Эмиль Вебер Мик Вот такой вот Человек И собственно Горяем Мэтьюс Эмельсбергер Чего Где сейчас Мик Ошивается В КСW В общем-то Я пересмотрел Этот бой По сути Мик Это кто Это такой Габаритный Тоже Кикбоксер В общем-то Бьющий Опасный То есть Ну прям Копия Эмельсбергера Что сделал Джек Мэтис Он два раунда Его аккуратненько Так Отлежал При этом Ну там Примерно Наверное Не хуже С Эмельсбергера Борется Он что-то там Тоже пытался Там что-то там Вставать Контраатаковать В партере Пытался Ну не особо У него получалось Третьему раунду Джек Мэтис Подздох И в общем-то Третий раунд Мик забрал Но было уже поздно То есть По сути Мэтис Ну вот так вот Уже тогда На опыте У подобного бойца Бой забрал Если будет проводиться Матч по кикбоксингу Я не могу сказать Что у Мэтиса Здесь нет шансов Но какие преимущества У Сэмельсбергера Это Рич Кабариты И тяжесть ударов Бьет он тяжело Особенно в первом раунде Пока свежий Конечно Нокаутировать Мэтису Он в принципе Может Если этого не произойдет То Ну даже в стойке Близко к 50 на 50 А может быть Даже есть небольшое Преимущество У Мэтиса Потому что Как Мэтис сейчас Работает в стойке Мне нравится Он улучшил Футворк Как мне показалось Такой довольно-таки Подвижный На ногах Лишним Он никогда особо Не пропускал Потому что Он не любит пропускать Ну по большому счету Вот то что Сэммельсбергер может быть Более стойкий Более крепкий боец Ну наверное да Но во всем остальном Джек Мэттьюс лучше Ну Сэммельсбергер Там немножко опаснее еще Да Но победы Сэммельсбергера Ну реально Кого он нокаутировал Это просто про Битоса То есть Мартин Санна Который вообще непонятно Кто И Джейсон Витт Который удар Совершенно не держит Даже Карлтона Майнуса Он не сумел Нокаутировать Хотя в нокдаун Его отправил Поэтому я считаю Что Мэттьюс Сэммельсбергера Эффективно Залежит И просто На опыте На универсальности На своем Каком-то определенном Росте Как бойца Должен Сэммельсбергера Проходить Коэффициенты 1.4 На Мэттьюса 3 на Сэммельсбергера Ну не знаю Если кому-то Сэммельсбергер Кажется интересным Андердогом Ну может быть Я считаю Что я этот бой Уже видел Поэтому Если бы я здесь Кого-то забирал В двойники На этих турнирах Ну вот Мэттьюс За 1.4 Более-менее Адекватно Шея Андолидзе Против Кори Макены Категория 52 килограмма Макена Чуть помладше Рост одинаковый Вроде бы Ну у Макены Легендарно Короткие руки Прошерстил Весь инстаграм Шаин в Лисмос Чтобы понять Все-таки Мутят они Сдолидзе или нет Ни одной Совместной фоточки Вот жулики Ну похоже Что все-таки Мутят Потому что У нее есть Одна фотка Из какого-то Спортивного зала В Батуми Есть фоточки Где на природе Пасутся овечки Где коры Где православные Церкви Ну явно Это не Тринидад и Табага Так что На все вопросы Касающиеся данной Гражданки Я ответил Переходим К следующему бою Итак В Лисмос Проиграла Мансера Труиз В дебюте По тупому Так На грани Фола Нокаутировала Глорию Де Павлу Ну и перебила Стойки Мелори Мартин Особо не дала И побороться До этого Ну вот Допустим Там я не знаю Близкий бой С Каролиной Войчи Это хорошо Или нет Ну так себе Пиральти Проиграла Полюбителя Проигрывала Много кому Правда Билась Неплохой Оппозиции Ну проигрывала Там Кири Батари Которая Что-то из себя Представляет Джиллиан Робертсон Ванесси Дима Пулос Неплохой Крепкий Боец Ударница Которая Может испытывать Проблемы С борьбой Может их Не испытывать Сложно Сказать Ну по крайней мере Единожды Она испытывала Вот с Монсеррат Руиз Что это было До сих пор Непонятно То ли это была Конкретная Неготовность К определенному Бойцу У которого Есть вот Фишка В виде этого Дзюдоишного Броска и захвата С которым Она просто Не знает Что делать То ли В целом Ее можно затаскать Ну вот С Мэлори Мартин Вроде бы Не получилось Затаскаться Хотя Мартин Что-то сильно Там как-то И не старалась Она в первом раунде Вообще Не боролась Во втором Третьем Как-то там Веловатого Пробовала Не получилось Ну как бы И ладно Сложно сказать Чего у нее С борьбой В целом Она довольно-таки Универсальный Боец Неплохо дышит Ей не слабо Зарубиться Так Ну более-менее По умному Она любит Заниматься Своим делом То есть Драться Я имею ввиду Положительно Влияет на Этих Полутяжеловесов UFC Под ее влиянием Они переходят Средневесы И показывают Там весьма Достойные результаты Что касается Гражданки Кори Маккены Ну вот у нее Допустим Так На вскидку По любителям Не было поражений Хотя Ну опять же Карарину Войчик Выиграла В шестнадцатом году Удушением Ну Допустим Это ни о чем Не говорит В восемнадцатом году Проиграла Сплитом Диссинии Ну это Так себе Показатель На контендер сервис Выиграла Дима Полу Заборола Сомнительно Выиграла Хансен Ну может быть И выиграла Опять же В борьбе Тупейшее выступление С Элис Рид Где никто не понял Почему она не боролась Но она не боролась Или боролась Но мало И отличное выступление С Мирандой Грейнджер Я не понял Почему ей не дали бонуса Ну и вообще В целом Я считаю Что когда девушка В категории Пятьдесят два килограмма Хоть против кого Там в UFC Выходит Пусть Миранда Грейнджер Не самый там Прямо топовый соперник Ну и не сказать Что прям уж Совсем отстойный Что-то она тоже Может Могла И демонстрирует И демонстрирует Вам флючок Я считаю Это автоматический Бонус Ей не дали Ну и плюс Это Все-таки Некоторый Такой Не знаю Сигнал Что ли В том Что она Развивается Ну мне кажется Я вообще Сколько смотрю UFC Я в принципе У девушек Такого приема Не видел Что кто-то Его проводил Ну Макена Как грэплер Значит Вполне себе Что-то из себя Представляет Что-то неплохое Раз она Переборола Демополус Так или иначе Переборола Хансен Таким необычным Приемом Засабметила Грейнджер Значит все-таки Борьба И партер Присутствуют Вот такие Два персонажа Ну опять же Здесь столкновение Стилей Либо в Лисмос Перебивает Макен В стойке Скорее всего В стойке Она ее перебьет Я думаю Что Опять же Плюс-минус Там равном боксе Это по сути Два боксера В стойке Ногами они Не особо работают Но все-таки В Лисмос Наверное И потехничнее И руки Пожалуй Побыстрее Самое главное Подлиннее Поэтому Ну по идее По логике Она должна Конечно Забирать стойку И весь вопрос Будет ли Макена Бороться Как мы видели У нее хватает Иногда ума С ударниками Не бороться И получится ли У нее навязать борьбу Потому что В Лисмос В целом защищается От борьбы Все-таки неплохо Ну Я здесь Так Предварительно Попробую Притопить За Поппинс Потому что У нее Симпатичный Поппинс Ну в общем-то У этой тоже Нормальный Ну там Плюс-минус Короче Мне рыженькую Вот Есть черненькая Есть рыженькая Мне рыженькую Значит На рыженькую Растет коэффициент Я смотрю Потихонечку Что тут у нас Топологи говорит Топологи говорит Что 58% За Макену Очень интересно Ну ладно Что-то я в большинстве Я думаю Все за В Лисмос Будут Но В Лисмос Идет фаворитом Ну значит Что Это женский бой Так Не будем там Заниматься Мачизмом Каким-нибудь Ну по сути Девушки Наверное В ММА Могут начать Тупить Еще больше Чем мужики Поэтому Кто-то из них Может начать Тупить Я не знаю Там В Лисмос Пойдет бороться Макена Будет вести бой В стойке Этому кто-то Удивится Ну не особо Поэтому У одной Есть Ключ победе У другой Есть ключ победе Дышит Примерно Одинаково Борец Против ударника Победит Либо борец Либо ударник На борца Один пятьдесят четыре На ударник Один пятьдесят четыре Значит Как по мне Он автоматически Не особо Интересен На борца Два пятьдесят восемь Ну можно подумать И причем Я скажу так Что я В Лисмос Забирал за Один и шесть Чем-то там Против Мартин То есть я считал Что там Ну Как по мне Все-таки Мартин Она как бы И неплохая Но она какая-то И не знаю Какая-то она Медленная И наверное Еще более туповатая Честно говоря Чем Макена Почему она не пошла Бороться Я не понимаю Пошла бы бороться Может быть Моя бы ставка Казалась проигрышной И вообще плохой Я просто надеюсь На то Что Макена Которая все-таки Тренируется в Америке Более-менее Нормальном зале Там Посмотрел там И девушки Спарринг-партнеры У нее есть нормальные Ну и тренера По идее Должны сказать Дорогая Ты помнишь бой С Ильи Срид Вот сделай Чтобы так больше не было Просто иди И борись Там два взмаха Веслами И все Побежала бороться Если этот бой Будет складываться По такому сценарию То я хочу Все-таки Еще глянуть На Габариты Я что-то не уверен Что Они одинаковых Габаритов Мне казалось Что Глисманс Должна быть больше Ну может быть Мне это из-за Коротких рук Макены кажется Если габариты Одинаковые То этот бой Ну как по мне Чистые 50 на 50 Либо тот Либо другой Кому больше повезет Кто будет меньше тупить Если на Макену Еще коэффициент вырастет Где-то там Ближе к 2.7 2.8 3 То я считаю Что просто Ее нужно брать За такой коэффициент За 2.6 В общем-то Не обязательно Не любите ставки На женские бои Можно вполне себе пропустить Но я бы здесь Если в чью-то сторону Смотрел Только в сторону Андердога Коди Бранчич Против Михала Алексей Чука Категория 84 килограмма Возраст Примерно одинаковый Габариты сопоставимые У Алексей Чука Чуть подлиннее руки Алексей Чук Поопытнее в целом И поопытнее в UFC Вступает он С переменным успехом Это будет Второй бой В котором он спустился 84 килограмма Наконец-то Аллилуйя Ну до этого Тут что Чередует победы с поражениями Ну траунди На самом деле Ну контент На самом деле Была неплохая победа После этого Виоланты Антигулов Ни о чем Сен-Прю вымахался Устал Был задушен Крюд его переехал В борьбе Букаускаса Между прочим Очень сомнительная победа Я думаю Что Букаускас Забрал тот бой Гамзатов понял Что он попал Не туда куда он хотел бы попасть В плане UFC Джакоби проиграл Ну Сэм Алви Слава богу Быстренько вырубил Брандича 2-1 в UFC Ну с Максимовым Не так плохо он смотрелся С Лунгианбулой Сначала смотрелся плохо Потом хорошо И то же самое С Трешаном Гором Я по поводу Брандича Пока пребываю В затруднительном Каком-то состоянии Я не понимаю кто То есть по Алексичуку Все понятно Это хороший ударник С быстрыми ударами Бокс Бьет тяжело Есть некоторые проблемы С борьбой Мы их уже видели Есть некоторые проблемы С выносливостью Мы их уже видели И как он себя будет Опять же чувствовать В категории 84 кг Пока до конца непонятно Может быть он будет Себя чувствовать Лучше Потому что соперники У него будут Менее тяжелые Менее бьющие Может быть Будет себя чувствовать Хуже Потому что С выносливостью Проблемы были Сейчас начал вес Гонять Может быть Эта ситуация ухудшится А может быть и нет Есть некоторые вопросы Ну по Брандичу Вопросов вообще Как бы много То есть вообще Это все-таки По мне базовая борцуха Но Каким-то образом Он переквалифицировался Ударник Не понимает Там какая-то информация Что он чуть ли не Все-таки Тренером по ударке Работает Ну Наверное Я это не буду Воспринимать В расчет Потому что Ударка у него Так себе Пропускает он Ну Он такой Упертый Характерный И исторический Коди Брандич Это хороший Андердог С Максимовым Он был Андердогом На коротком Уведомлении Ну в общем-то Выдал близкий бой Ладно С Далчей Вроде как там Что там Далча По-моему Он его потряс Если я не ошибаюсь Но потом Конечно Он Генбула Натупил Ну Какая разница В моменте Брандич сориентировался И с Трешаном Гором Опять же Вот Повезло ему Или нет Я вот не понимаю То есть То ли я недооцениваю Коди Брандича И он прямо Ну Неплох То ли все таки Ему вот в этих двух боях Повезло Потому что Допустим Бой с Вильямом Найтом На контендер сериес Ну так себе Демонстрация Тупости И больше ничего Тем не менее Брандич это борец Правильно Правильно Поэтому я думаю Что он Ну никак не хуже Алексей Чука По выносливости Хотя Ну допустим С Максимова Мы его видели Он три раунда Нормально отработал Поэтому может ли он Алексей Чука Передышать Может Может ли он Алексей Чука Перебороть Но Алексей Чук В общем-то Неплохо защищается Но мы же видели Бой с Джимми Крютом Крют вышел И как попер на Алексей Чука И просто раз за разом Его переводил Стягивал Переводил Стягивал И Алексей Чук И Алексей Чук Закончился Очень-очень быстро Коэффициенты Не по делу 1.37 на Алексей Чука 3.2 на Брандича Ну как по мне Это какой-то бред То есть Каких щей Алексей Чук Должен быть За 1.37 Он за такой коэффициент Был Около этого Чего-то там Даже чуть пониже Против Сэма Алви Я все понимаю Против Сэма Алви Нормально Ну против Брандича Ну если бы на Брандича Дали бы там 2.6 2.5 2.7 Я бы сказал Ну где-то примерно Плюс-минус Ну больше трех Если честно Меня здесь коэффициент Привлекает Вот просто тупо коэффициент Я считаю Коэффициент не по делу Все что выше трех Это в чистом виде Валуй Это прям Какой-то Жирный коэффициент На Брандича Я не говорю Что он здесь победит Но Как по мне Ну может быть Даже если Даже Ну 60% Это максимум Сколько я могу дать На победу Алексея Чука Ну не больше Ну а здесь получается Что Грубо говоря Там 75 Почти К 25 Ну нет Нет Все таки Брандич Не настолько он Но В принципе Он все понемногу может Мне не особо нравится Его защита Я считаю Что Алексей Чук Будет быстрее И может он Брандича нокаутировать Но если он Брандича не нокаутирует Допустим В первом раунде Или если Брандич уже В первом раунде Сможет навязать Ему борьбу То тогда Этот коэффициент Может выглядеть Очень даже Сладенько Поэтому Если вы любите Рисковые ставки То здесь Можно взять Брандича Ну как бы Алексей Чука За такой Низкий коэффициент Я бы даже Не рассматривал Мне кажется Это совершенно Бессмысленно Бессмысленно Здесь у нас бой Двух квалифицированных Джернименов Добрый против Зеленого Зеленый Чуть повыше Примерно Одинаковые руки В общем-то Оба Сравнительно Возрастные бойцы 34 против 36 Как они до сих пор Владят 70 килограмм Я не понимаю Последним бою Я стоял против Доберна Рафаэля Алвиса В том числе Потому что Добер стоял На взвешивании Закрытыми глазами И одной рукой Балансировал Чтобы не упасть Я думаю Вот оно Наконец-то Какая-то польза В взвешивании Сейчас я заряжу На Алвиса Ничего Попил водички Отдышался Отлежался Вышел Выдал хорошее выступление У Бобби Грина Та же самая тема Если я напоминаю Что Когда там Это дело было В 21 году Он грохнулся За сценой После взвешивания Тоже гоняет Он нормальный вес Ну Че про них говорить Про них все все знают Выступают С переменным успехом Ну в целом Вот Посмотреть Добера Пола Рейс Насрат Хак Параст Александр Эрнандес Ну нормально Проиграл Махачеву Понятно Проиграл Бреду Риделу Такое себе С Терренсом Маки Неплохой бой Я думаю Что Добер там улетит Он Мало-мало там не улетел С Рафаэлем Малой Сам все хорошо Там маленько пропустил В первом раунде Ну потом дальше Просто Алвиса Разобрал И уничтожил его В третьем раунде То есть Дрюшечка Дружочек По прежнему Неплох По прежнему Размещает В инстаграме Кучу фоток Которые можно Подписать Как Грущу Ну такой Занятный типок Крепкий Кикбоксер Опытный товарищ Который любит Впечатлять боями А не проводить Какие-то умные бои Бобби Грин Это наверное Единственный Понтовщик В UFC К которому я отношусь Нормально Слишком много Татуировок Цепей Колец Сережек В ушах Ну при этом Боец-то неплохой То есть в октагоне Если бы еще Поменьше понтовался Было бы вообще здорово Ну у него Как бы вроде бы Как все более печально Тут Кого он выиграл Гвиду Ванату Патрика Ну у Ваната Еще ладно Ничего Но ведь он по сути Мойзесу Наверное особо Не проиграл Физиеву проиграл Объяснимо И Квинду Нокаутировал Когда это с ним Такое было Уверенно выиграл Как по разу Опять же проиграл Махачеву То есть ну примерно Все в целом Как-то более-менее У них на одном уровне Примерно на уровне Одинаковой оппозиции Они себя примерно Одинаково показывают Проигрывают сильнейшим Дают бои Крепким бойцам Выигрывают Слабейших Каких-то там Всяких там Ну второсортных бойцов В общем-то выигрывают Довольно-таки уверенно Как их стилистически описать Ну я не знаю Добер Наверное тяжелее бьет Наверное больше заряжается Бобби Грин Больше такой игровик Но который зато может Хотя и особо не любит А в этом бою стоило бы Вполне себе может побороться Все-таки он базовый борчик И может борьбу подключить Но он Как ко мне не любит Этим заниматься Ну и тоже Любит Водушевлять Своими выступлениями Стоять Понтоваться Кривляться Хотя ну опять же Что там Физиева забрал Третий раунд Близкий бой С Мойзесом Ну два таких Вполне себе Сходных Пацана Я думаю Что если Бобби Грин Выдаст Хорошее выступление То Вполне себе Может забрать У Добера Бой Но для этого Он должен выдать Не просто хорошее выступление А умное Например Там попытаться Подключить борьбу Все-таки Дрю переводить Можно Не думаю Что Грин Там сможет Его там Прямо затаскать В партере Но Ридел переводил Переводил Значит Грин Тоже может Захочет ли Это вопрос То что Грин Проиграет в стойке Уверен ли я Нет не уверен Грин может и в стойке В принципе выиграть Но все-таки Исходя из того Что как по мне Добер потяжелее бьет Наверное В стойке Добер будет Предпочтительнее Ну и он Не знаю Чуть-чуть Помоложе Буквально на 2 года Но все-таки Коэффициенты Я даже не знаю Как их правильно Расставить 1.64 2.35 Ну Нет большого Интереса к ставкам На этот бой Его можно просто Посмотреть Бой будет прикольный Если здесь на кого-то Ставить Опять же Если ничего не понимаешь Ставь на андердога У меня такой принцип Поэтому Ну чисто для интереса Можно там Какую-то копейку Кинуть на грина Может быть на грина Решением Потому что Доберов досрочить Сложно Челюсть пока У него еще держит Хотя если он еще Вот так вот будет Драться Как он дрался С Терренсом Маккини То и его Вот это вот Угловатая Симпатичная Челюсть Может крякнуть Ну грина Как бы Немножечко Уже возрастной Тоже Посмотреть Взвешивание Если там будут Какие-то подсказки То может быть Забрать андердога Иначе просто ехать дальше Бой двух Квалифицированных Джорни Мянов Кассерос Против Иросе 66 килограмм Ироса Как всегда Выше на 7 сантиметров Хотя руки Примерно Одинаковой длины Одинаковый Возраст Сходный опыт Сходный рекорд Кассерос За исключением Последнего боя Набрал Хороший ход Ну и что Не говори Как эти победы Не оценивай Кто там Был ему Не попадался Ну 5 в ряд Это есть 5 в ряд Юсуфу проиграл Ладно Отметим победу Над Петерсоном Близкую Но победу Единогласным Решением Ну то что Кассерос Ударник Подвижный Кикер С приличной Выносливостью И хорошим Джиу-джитсу В принципе Наверное Рассказывать Не надо То что Ироса Наверное Боец Будем говорить Тайского стиля Тоже с приличным Джиу-джитсу Тоже выносливый Габаритный Много Выкидывающий Ударов Говорить тоже Не надо Вернулся В UFC Который У него Походу Там Забег Ну и опять же Что 5 в 1 Если не брать Отлет От Сенвучою То Опять же Грубо говоря Это стрик И какие бы там Бои не были 5 побед Это 5 побед И Много раз Затаскивал Андердогом Ну кстати Говорит Кассерос Тоже То есть Два хороших Андердога Кассерос Был Андердогом Против Хупера Так Против Питерсона Были равные Кэфы Против Сенвучоя И вот Пожалуйста Занес Сочные Вкусные Коэффициенты Ироса Был Андердогом Против Футсона С Ландвером По равным Против Журдена Против Давуду И везде Занес Тоже вкусные Коэффициенты Два отличных Андердога Всегда боишься На них ставить Но если ставишь То Бывает Приятно Ну с Сенвучоем Бой так себе Журденом Как бы Ладно Хорошо Два последних Боя Вот ироса Опять же Стабильности Конечно У него нет Отвратительный Просто бой С Питерсоном Просто Отвратительный Бой Который На него давали 1.25 Я его грешным делом Пихнул в двойник Очень сильно я пожалел Конечно Таким вот сплитом Он с Питерсона Еле-еле победил Устроил с ним Какую-то дикую рубку Хотя по идее Все-таки За счет там Своих габаритов За счет своих скиллов Он мог Сделать этот бой Гораздо проще Но он не сделал Там надо отдать Должную Питерсону Который Тут еще Псина Боевая Будет драться До последнего Но все равно Выступление плохое А вот с Хакимом Давуду Ну просто Отличное Хотя Опять же Давуду там был На взвешивании Мертвый Вес не сделал Наверное ему все-таки Что-то мешало Возможно была травма Но Победа есть победа По сути там Давуду Выглядел даже Можно сказать Неконкурентно И Роса довольно-таки Уверенно забрал бой Ну если судить Вот По выступлению Допустим С общим оппонентом То есть К примеру С Питерсоном Крайне близкий бой У Росы У Кассероса Допустим С Питерсоном Тоже весьма близкий бой Который Тоже он там Забрал Не забрал Непонятно И в целом Вот там То что только И Роса Выше Но если какую-то Здесь среднюю Температуру По больнице Выводить То они Довольно-таки Похожи Извините Я опять дышу В микрофон Ну что поделаешь Куда-то же Не надо вздыхать Вот А коэффициенты Не очень похожи 2.58 на Кассероса На Иросу 1.54 С точки зрения Того что Ироса выступает Хорошо Но нестабильно Я Иросу За такие коэффициенты Больше как-то Даже рассматривать Не хочу Когда он идет Каким-то там Фаворитом Допустим 1.54 Это такой фаворит Довольно-таки Уверенный Ну а Джулиан Он может выдать Хорошее выступление Может какую-то шляпу Поэтому как бы Я на него Здесь не смотрю Может ли Кассерос Победить Да в общем-то Может Я думаю что Это будет бой Двух ударников В стойке Ну сравнительно Схожих В общем-то У Кассероса С рук Тоже неплохая работа Он конечно кикер Но есть у него Такие хорошие Прямые Длинные удары Ироссы Защита Так себе Поэтому Здесь будет Какой-то веселый Бой с какими-то Размерами У Кассероса Защита тоже Не айс Они будут Друг друг друга Мне кажется Шлепать Падать в нокдауны Веселиться Могут в партере Поводиться Потому что Два в общем-то Очень даже Неплохих Джитсера Я не могу сказать Что бой 50 на 50 Но как бы Если опять же Любите ставочки Где можно Поднять побольше Но при этом И рискнуть побольше Ну Кассероса Можно здесь рассматривать И Росу Я не буду рассматривать Ну просто по той Простой причине Что для меня Это плохой фаворит И хороший андердог Будет андердогом В следующий раз Будем думать Амир Альбази Платив Алисандра Косты 57 кг Коста На коротком Уведомлении Примерно Схожий возраст Примерно Схожие габариты К Альбази У меня вопросов Пока нет 3.0 В UFC Хорошие победы Может быть Не над самой Топовой позицией Но я в принципе Считаю Что Альбази Вполне себе способен Подраться за пояс И даже Например К концу 2023 года Ну к примеру Он сейчас проходит Косту Если он дальше Побьет допустим Двух каких-то Топовых соперников Из топ 10 Почему бы ему Не дать бой за пояс Мне кажется Он уже созрел Боец универсальный Боец хороший Я его недооценил Когда он дебютировал В UFC Ну по всем Его выступлениям Может быть То что он Раунд Жумагулова отдал Это и не супер Но потом Фигуи Реда Который все-таки Пусть маленький Но все равно С черным поясом Он по сути Я не ожидал Что он его задушит Он его задушил В первом раунде Какие к Альбази Вопросы Да никаких Какие вопросы К Косте Ну Саша Как бы Ну Костя Саша Костя Ну какие вопросы То есть он Дрался на контендер сериес Я помню Ставил на досрочку Там Вот собака серая Вот у него значит Досрочка Досрочка Потом когда я поставил У него решение Потом снова досрочка Просто скотинища Все что я могу сказать Про Александра Косту И значит После контендер сериес Он дал интервью Там их Когда спрашивают Он такой говорит Ну я в этом бою Типа там Показал 20% своих навыков Но потом Говорит Я покажу Я думаю Сейчас тебе Дана Вайт Покажет Ну естественно Дана Вайт Его прокинул И прям сказал Что если вы сюда Приходите 20% навыков Показать на контендер сериес Вам здесь делать нечего Ну одержал он Еще одну победу В этом мексиканском Как бы я помню Промощене Лакс И теперь выходит Против Альбази Я особо не буду Тут зацикливаться В данный момент Бессмысленно С кем он дрался Чего он делал По сути это Грэпплер Который более-менее В стойке приличный Я думаю Что бой он даст Альбази Конкурентный Может быть 50 на 50 Либо Альбази Его просто переедет Либо Коста Даст Может быть Бой такой поближе Чем коэффициент Но я думаю Что проиграет Я в Косту Здесь не верю На Альбази 1.22 На Косту 4.25 Я думаю Что коэффициент На Альбази К турниру Упадет Если вы рассматриваете Такие коэффициенты Забирать Какие-нибудь там Двойники Тройники Ну коэффициент Низкий Ну Я вот Слабо вижу Как Альбази Может проиграть Косте Я считаю Что он лучше Во всем Он опытнее Здесь в принципе Даже в этом бою Разбирать мне лично Ничего не хочется Соглавное событие Арман Царукян Против Дамира Исмогулова Категория 70 кг Бойцы Довольно таки Известны Царукян На 5 лет Младше На 8 сантиметров Ниже Руки Чуть покороче Опыт В общем-то Сходный Хотя у Дамира Боев в целом Больше Поражений Всего одно Ну У Армана Насколько я помню Больше боев UFC Ну и в общем Он пошел Довольно таки Неплохую Оппозицию Ну и вообще Бился с оппозицией В целом Довольно таки Наверное Которые уровнем Выше Махачев Ну запишу сюда же Обан Мерсье Матеус Гамрат Ну из таких Бойцов Второго дивизиона Будем говорить Рамос Фривола Альварес Тоже что-то Из себя представляют Бой с Гамратом Конечно Это Сомнительная вещь Не уверен я Что Арман Ее там проиграл Он уверенно Забрал Несколько раундов В моем понимании Он забрал Четыре раунда Ну может быть Минимум Три Те раунды Которые он забрал Он забрал Гораздо увереннее Чем те раунды Которые Может быть Можно было бы Отдать Гамрату Поэтому в таких Случаях Всегда видится Ограбление Наверное Это больше похоже На ограбление Хотя я ставил На Гамрата Просто потому что ККФ был неадекватный Ну иногда Бывают подарки От судей Особенно они бывают В главных И соглавных событиях Вспомните Сегодняшний турнир Который закончился Много интересных Судейских решений Что касается Дамира У него позиция Конечно Наверное Послабее Хотя здесь Тоже Опять же Тот же Джоэль Альварес Есть Есть Тиаго Мойзес Ну Мойзес Обраста 19-го года Был похуже Дальше Несколько Сомнительный бой С Рафаэлем Алвесом Сплетуха С Кутатиладзе Там в промежутках Есть слет из боев Есть простои Ну и сейчас В целом Я хочу сказать О каких-то Может быть Второстепенных вещах То есть Царукян Который мотивирован Который не вылазит Из зала Который хочет Быть чемпионом Об этом все время Говорит Может быть Даже многовато Но он Реально Прогрессирует Чего-то Добивается Пусть где-то Ошибается Но Идет к своей цели Рвется в топы В самые топы Дамир Из Могулов Ну на мой личный взгляд Ведет какие-то Обиженные Разговоры Про то Что денег Которые он зарабатывает UC Ему хватает Только на то Чтобы там Поплатить Свой лагерь Ничего у него Не остается Он хочет больше денег И так далее И тому подобное Ну а кто же Даст больше денег Если ты выступаешь Редко Бои выдаешь В общем-то Ну скучные Будем говорить Правда Ведь никто Не рвется Особо смотреть Бои Дамира Из Могулов Да он техничный Один из самых Техничных бойцов Но Финишей нету Чего-то яркого В его боях Нету Говорить он Совсем не умеет Там после последнего Боя его там Видно что Менеджер Накачали Чтобы он там Кого-то вызвал Я не помню Кого он вызвал То ли Фергюсон То ли что Ну все это В общем так Очень Вымучено Намучено Я к тому Что боец хороший Ну промоушен Он совершенно Не интересен Потому что Он не продается Ну а Арман В принципе Это персонаж Поэтому Вот такой бой У нас состоится Что касается Навыков Арман Я думаю Универсальный Все таки У него есть Очень недужественная Борьба Наверное Не настолько Хорошая Как должна Была быть Особенно в плане Защиты Но в плане Переводов И работе в парте Я все таки думаю Он получше В стойке Я думаю Он похуже Он работает Простяцкими комбинациями Двоечка Хайкик Наверное Может быть Он получше Кикер Чем из могулов Но на руках Он точно Будет хуже Как мне кажется Ну и плюс Руки у Дамира Чуть побольше Он чуть повыше То есть Сверху вниз Работать длинными руками Попроще Но опять же Последние выступления Дамира Совершенно не впечатляют Салвисом Улетел в нокдаун Третий раунд Я считаю Проиграл Скута Тиладзе Мне показалось Что Гурам выиграл Правда Я ставил на Гурама Ну потому Вот принципу Что Гурам Был андердогом Здесь мне не свезло Здесь андердогом Идет Дамир Ну может быть Есть логика в том Что на него поставить Можно Почему бы нет То есть бой будет близкий Дамир в целом Борется то неплохо Сможет ли его Арман Наобороть Не уверен Думаю что сможет Но это вот чисто такое Я думаю Может быть так будет А может быть и не будет Стойки все таки Предпочтение наверное Отдам Дамиру Ну в желании победить Опять же Отдам предпочтение Арману Здесь мне кажется Это будет сравнительно важно Поэтому лично мой выбор Царукян за 1.59 Но я не могу Никому возразить Кто скажет Что за 2.45 Исмогулов здесь Смотрится тоже неплохо Вполне можно До этой ставки Подумать Скажем так Если на Царукяна Коэффициент будет падать То я его Рассматривать не буду Если он вырастет То я его с удовольствием Заберу Если на Исмогулово Вырастет Коэффициент Я наверное пропущу бой Потому что Как-то Ну вот Дамир Меня не впечатляет Своим настроем Честно говоря Здесь я все-таки думаю Что Промоушен Хочет вернуть Царукяна В претендентскую гонку А будет ли Дамир Дамир дальше выступать В UFC Это большой вопрос Джаред Кананье Против Шона Стрикленда Главное событие В категории 84 килограмма Ну честно сказать Для заключительного Боя года Хотелось бы Что-нибудь повеселее Наверное увидеть Тут два таких Сравнительно унылых Персонажа Не хочу про них Ничего плохого сказать Кананир пониже На 5 сантиметров Ну и старше Почти на 8 лет Чуть возрастной Конечно он уже Может и не чуть Может прилично Ну наверное Их все Хорошо знают Что здесь говорить То есть Бороть обоих Достаточно тяжело Шон Стрикленд Почти не борется Вообще Кананир может Побороться Переведет ли он Стрикленда Не уверен Поэтому я борьбу Откидываю Кананира можно перевести Но он хорошо встает Я не помню Сказал я или нет В общем Борьбы наверное Не будет Будет разборка В стойке На руках Отдам небольшое Предпочтение Стрикленду Все таки Как боксеру Наверное Поинтереснее Но в целом В стойке Не отдам предпочтение Никому Потому что У Кананира Пинки лучше У него есть Довольно-таки Разрушительные Кавкики В принципе Он может Стрикленду Подобить ноги Подзамедлить его Меня здесь В общем и целом Смущает только Возраст Кананира Потому что Когда я начинаю Так сказать Смотреть Что они сделали Как они с кем дрались Ну вот Ключевые моменты Для меня Какие Хермансон Кананир Первый раунд Там немножечко Может быть И проиграл Ну уже По-моему В конце Первого раунда Он сам Хермансон Перевел И его Немножко Побил Сверху Во втором Он его Просто Переехал Так Шон Стрикленд По его Самому Выражению В 22 Году Дрался С Хермансон Как сучка И С ним Провел Пять раундов Ну может быть Хермансон Там улучшился Может быть Там плохой В офис День В офисе Стрикленда Случился Он так себе Бой Который Дошел до Сплита Сплита Я там Не вижу Честно говоря Я считаю Что Стрикленд Два То есть Три Уж Как минимум Раунда Забрал Если не Четыре Но Судьи Увидели Близко Поэтому На фоне Джека Хермансона Джаред Канонир Выглядит Гораздо Увереннее Ну плюс К тому У них Общих Соперников Я больше Искать Не буду Но Касательно Последних Двух Персонажей Которые Дрались Между собой И дрались До пятого Раунда Достаточно Близко Это Алекс Пирейра И Джаред Израэля Десанья Что Выдал В последнем Бою Стрикленд Вышел И каким-то Совершенно Тупым Образом Решил Поразмениваться С Пирейрой Ну не то Что поразмениваться Постоять в стойке Хотя все Говорили Что Стрикленду Так или иначе Нужно идти Бороться С Пирейрой Ну почему-то Он Об этом Совершенно Не подумал И решил Провести бой Так как Он его провел В результате Чего В июле Этого года Улетел Нокаут Довольно Таки тяжелый Ну по идее Он должен был Ну вот Сейчас будут Драться в декабре Что касается Канонира Который дрался С Эдесани Ну Канонир Меня скажем так Приятно удивил Мне казалось Что там будет Вообще полный Декласс Эдесани Ну Декласса То не было Там по крайней мере Два-три раунда Канонир смог сделать Вполне себе Близкими И проиграл Решением Если я не ошибаюсь Один или два раунда Ему там судьи отдали Был бой Абсолютно Незрелищный Абсолютно Унылый Все в стиле Эдесани Но Все равно Как бы Для Канонира Это выступление Было достаточно Неплохим Я не буду там Брать бои С Брансоном С Гастелом В общем-то Не важно То есть Ну опять же Как по мне Все будет Достаточно близко Мы будем Видеть Какой-то Унылый Тактический Многоходовый бой Они будут ходить По октагону Стрикланд Будет Шелдеролить Кидать руки Натыкивать Боксировать Канонир Будет пытаться Тяжело пробить С рук Бить по ногам И вот они Так будут Друг за другом Ходить Пока кому-нибудь Не улыбнется Удача Или кто-то Не набьет Больше ударов 2.08 2.08 На Канонир 1.08 На Стрикланда Ну Я говорю Меня смущает Только возраст Канонира Был бы он На 4-5 лет Помладше Я бы точно Боего забрал Я в целом Здесь склоняюсь К нему Ну Я бы сказал Что коэффициенты Вот на мой Субъективный взгляд Я бы поставил Их так Немножечко Наоборот То есть По мне Канонир За счет Все-таки Каких-то Своих последних Более уверенных Выступлений За счет Того Что он Дольше Ну вот Последнее время У него больше боев И он дрался Все-таки С такой Довольно-таки Приличной Оппозицией Ну вот После Бранча Там У него В принципе Сильва Конечно Не супер Ну Опять же Там Хермансон Витекер Гастол Брансон Адесанье Разные результаты Ну в общем-то Опыт-то хороший И со многими Он проходил Там 5 раундов 3 раунда У Стрикленда 84 килограмма Кто Маршман Аллен Йотко Холл Ну Че Хола За 5 раундов Не удосрочил Это Че Достижение Что ли Не знаю С Хермансоном За 5 раундов Ничего там Тоже не выдал Ну так себе То есть Как по мне Стрикленд Все-таки Такой Какой-то Боец Который Не знаю Кто показывает Спарринги Он там Прямо Рубится Ну почему-то Вот тоже Не знаю Как Даррен Тилл Такое Животное На тренировках В октагоне Он не то чтобы теряется Но я считаю Что он не дорабатывает Как-то не дает он Там рукам полететь Там где-то пойти Да ну что Ну он с Джеком Маршманом В двадцатом году Довел до решения Ну это что такое Вообще То есть Ну у Канонира В любом случае Позиция была Более сложная Пусть у него там Тоже много решений Но все равно Как-то это бойцы Которые там Ну хотя бы даже Тот же Гастелл Все равно они Получше Покрепче Да с Гастеллом Был близкий бой Я ничего не говорю Там Ну тем не менее В общем у меня Какого-то Прям такого Устойчивого мнения Здесь нет Был бы Стриклом Здесь Андердогом Можно было бы За него притопить 2.08 Но это не такой Прям Андердог Чтобы я сказал бы Да тут на Канонире Валуй Надо на него ставить Но в целом В таком близком бою Я бы все-таки Смотрел больше В сторону Андердога На этом у меня все Надеюсь Что мы увидимся В следующем году Увидимся Услышимся Кого есть вопросы Пожелания Чего-то там еще Пишите Координаты Под роликом есть Всем удачи Всем здоровья Берегите себя И своих близких